Вопросы верности и уважения. Как сделать мужчину верным? Мужчина делается верным, когда ты договариваешься с ним об этом. Ну то есть, нужно войти мужу в сердце и пытаться с ним общаться ближе. Договариваться с ним. И тогда вот через близкие отношения, когда ты показываешь, что ты ему верна, ты строишь близкие отношения с ним. Близкие отношения означают постельные отношения. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о беседе сейчас, о беседе. Если женщина не строит близкую беседу с мужем, а строит с кем угодно там, но только не со своим мужем, то она его же потеряла. Вопрос только времени, когда он уйдет. Как сделать так, чтобы муж остался рядом? Нужно с ним, ему открывать свое сердце. Это признак женской верности, это очень глубоко заходит в сердце мужчине. Когда она ему говорит о помощи, решении проблем? Женщина говорит ему, женщине, о том, что у вас есть проблема, как ее решить. Понятно, что он вам не поможет в этом, но вы должны слушать, что он говорит. И в это время вы устанавливаете с ним отношения. Может быть, им поможет. Потом скрывается, как бы, что через него Бог тоже может действовать через мужа, и он может помочь вам, правда. Но он это говорит долго, нудно там, разводит всякие философии. Можете не слушать все это. Думайте о чем-то другом, но кивайте головой в это время. В это время вы сохраняете семью. Потому что если он видит, что жена его слушает все философские системы, то в это время он начинает ее сильно любить. Он как бы чувствует, что это его человек. Женщине, понятно, тяжело это все слушать. Женщине нужен прямой, однозначный ответ всегда. Если мужчина его не дает, она устает, слушая, она не будет. Спасибо вам за обратную связь. Философия демагогии идет вот из этого центра разума. Здесь у женщины дырка. Очень чувствительное место. То есть, когда мужчина начинает, у нее здесь напрягается все, она даже не может понять, что он говорит даже в это время. Ей так тяжело слушать. Мужчины, знайте, что вот есть такая трудность. Поэтому женщине надо все однозначно говорить просто вот так, так, все. Ничего не объясняя. Женщина все понимает сердцем. Если сердце откликнулось, она чувствует, это правда. Не откликнулось, неправда. У нее такая философия у женщины. Правда, неправда, правда, неправда, все. А если ты как бы объясняешь, почему это так, ей уже это не надо. Уже проехали. Я правильно говорю, женщины? Теперь слушайте, женщины, раз я правильно говорю. Теперь слушайте. У мужчины дырка вот здесь. У него сердце является слабой зоной. Здесь другой центр разума находится, который связан с эмоциями, эмоциональным выражением чувств. Если мужу слишком эмоционально что-то говорите, выражайте чувства свои, как подружки, допустим. То он и говорит, давай с тобой поговорим, эмоциональным вы говорите. Он говорит, давай завтра, я сегодня устал. Почему? Потому что ему очень трудно слушать, у него здесь дырка. Поэтому он влюбляется в женщину. И та же самая энергия, она как бы мужчину, и он беззащитный перед женскими эмоциями. Поэтому, если вы что-то донести до него хотите, эмоций в пять раз меньше сбавьте. Говорите, как будто бы вообще вас это не волнует. Допустим, если вы скажете, ставь, пожалуйста, туфли на место. Не надо ходить в них на кухню грязной, в туфлях. Даже если тебе сильно хочется покушать. Он не услышит этого, потому что ему будет больно в это время. И он будет вам говорить, «Да ты не понимаешь, насколько сильно мне хочется покушать? Вообще мне некогда, мне надо бежать». Там и так далее. Он будет оправдываться в это время и как бы просто увидит боль в ваших словах. Но если вы ему скажете, как будто вас это не волнует. «Мой хороший, давай снимать туфельки, пожалуйста, потом пойдем». Он снимает туфельки в это время, потом идет, все. Но это не значит, что в следующий раз он так же сделает. Нет, если вы не сказали, он опять в туфлях пойдет. Для того, чтобы он снимал туфельки, ему надо сказать в среднем раз пятьдесят лет. По-доброму, спокойно. И когда вы уже автоматизм выработался, тогда у меня жена как бы... У женщин всегда разные бзики. У меня жена как бы недавно, у нее был такой бзик, что надо выключать свет везде. Она меня начала приучать, выключать свет по всей квартире. Но она мне говорила по-доброму, по лекциям говорила. Я не выключал все, потом выключал, потому что она говорила. И в какой-то момент я думаю, не выключил свет, пошел, а я его выключил. Это значит, что все сработало. Можно дальше не говорить уже. Он все равно не думает о том, что надо выключать, просто оно само выключается. Понятно, женщина с системой? Вот так у мужчины работают. У женщины по-другому. Если она что-то решила делать, она всегда это помнит и делает. Мужчина? Нет. У него есть своя программа внутри. И от нее отвлечься очень сложно. Психика не может переключиться на другое, на что-то. У него своя программа, он по ней действует. Поменять программу мужчине очень сложно. Только опасность, когда есть опасность, довод такой, мужчина меняет программу. Опасность когда? Вот, допустим, закрывать за собой дверь, когда пришел с работы. Программа не сработает. Но если вы ему скажете, так по-доброму скажете, ты знаешь, там вчера какой-то алкоголик заломился в дом, ну, милицию вызывали там, еле выгнали, тогда он будет закрывать. Программа сразу сработает. Мужчина или воюет, или спит. Одно из двух. У него два варианта. Итак, как настроить отношения с мужем через близкое, через близкую беседу с ним? Так можно избежать неверности мужа. Если вы видите, он начал погуливать чуть-чуть, как бы, вы когда близкие отношения, близкую беседу с ним устанавливаете, вы начинаете его вводить на совесть. И если он, как бы, с вами близко начинает общаться, постепенно совесть его начнет мусить, мучить, и тетка отвалится. Нужно близкие отношения с ним строить, беседовать, понимаете? Близкая беседа помогает мужчину отвязать от кого угодно. Теперь, как вернуть женщину? Это не работает, вот эта вот беседа близкая не работает женщине. Есть только один способ. Хороший, крепкий, такой верный способ. Но она не должна знать, что вы являетесь инициатором этого способа. У каждой женщины есть люди, которым она сильно верит. У каждой женщины. Такого не может быть, чтобы не было такого человека. Чаще всего это не муж. Потому что муж верит сложно. Головняк. Вот. А другой человек всегда лучше, чем мой мужик. Женщина иногда верит подружкам, иногда старшим родителям верит, иногда какому-нибудь лектору. И надо найти, кому она верит обязательно. И если невзначай, не от вас это исходит, а этот человек ей скажет, что тебе надо перестать гулять от мужа, все, она перестанет. Сто процентов. Она все, приложит все силы для того, чтобы это сделать. Потому что женщина всегда выбирает веру, а не грех. Если она имеет дело с теми, кто является носителем ее истины. Поэтому женщина через звук всегда меняет свою жизнь. Она, когда услышит от того, кому он верит в правду, она сразу разрушает все проблемы. Вот у кого из вас, женщины, были ситуации такие греховные в жизни, вы услышали на лекции и сразу все решили без проблем. Вот видите, вот женщины поднимают. Это так устроена психика у женщины. Мужчина нужна близкая беседа. С женой, когда у нее теплые чувства мужчины идут, он возвращается в семью. Через беседу с ним можно так обращаться, общаться. И он не будет как бы, он будет хотеть с вами общаться, он будет уворачиваться. Но если вы откроете ему сердце, все, с этого момента он ваш. С кем мужчина близкую беседу ведет, тому он и принадлежит. А не тому, кто красивее, как женщинам кажется. Поэтому никогда не упускайте эту возможность. Всегда старайтесь близко общаться с мужем. Открывайте ему свое сердце, показывайте ему примеры. Мужчина сам сердце открывать не будет. Ему надо подходить и открывать ему, говорить искренне слова. И он может сам не будет искренне слова говорить, но он будет искренне настраиваться в это время. Он будет вашим человеком в этом случае. Молитва. Измена это труднопреодолимая карма. Человек думает всегда, когда измена происходит, он думает, я с этим человеком жить не могу, потому что он грязный. У него как бы грязь, от него грязь исходит. Это факт. Но поймите, что мы же до этого с другими людьми жили. Мы вообще в других телах были до этого, вообще в других семье. У нас все было другое. Некоторые, кстати, за это ревнуют, за прошлое. Нужна молитва, нужно строить отношения с Богом и проститься само в сердце просто. Когда вы эту грязь сожжете, это ваша грязь, то есть вы из прошлого получили такое наказание. Когда вы его сожжете, то он по-другому начнет к вам себя вести, и вы увидите, он искупит свою вину обязательно близкий человек со временем. Вот вера в это дает возможность простить. Но прощение само приходит, когда вы с Богом отношения строите. Когда есть непреодолимая карма, только Бог может помочь. Если вы молитесь, 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 оно само оп и простило. Так раз и все. А так вот заставить себя простить невозможно. Это невозможно. Нет смысла этим даже заниматься. У нас сегодня сражение идет. Я хочу прочитать лекцию. Вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос? Мне что делать, лекцию читать или отвечать на вопросы? Давайте я все расскажу вам. Итак, смотрите, как наладить с близким человеком отношения, если между вами отчужденность. Еще раз хочу застрелить на это внимание, есть последовательность. Первый этап – молитва. Я молюсь Богу и просто хочу, чтобы у меня в сердце к нему теплое чувство возникло. Просто хочу, чтобы у меня хорошо в сердце стало в отношениях с ним. До этого бесполезно строить отношения словами. Дальше вторая стадия. Когда вы это уже сделали, следующая стадия. Вам надо дальше просто служить ему. Заботиться, очень верно себя вести, заботиться об этом человеке, заботиться. И во время заботы вы увидите, как он начнет с вами разговаривать. Ну, то есть, как раньше, по-доброму. В это время не надо выяснять отношения. В это время надо говорить о чем-то отвлеченном, радоваться ему, просто рассказывать что-то хорошее. И вот так по-доброму себя вести. Потом придет время, и вы сможете говорить о серьезных вещах. Но никогда в семье о серьезных вещах не говорите напрямую. Например, вы хотите, чтобы человек понял вас. Никогда ему напрямую не говорите о том, что он делает неправильно. Это неправильный стиль в целом в отношениях близких. Сейчас объясню, как вам надо это делать. Вы можете посоветоваться с женой. Например, жена ленивая, допустим, у вас. Допустим, все женщины ленивые, это нормально. Ну, допустим, сильно ленивые. Вы не знаете, что с этим делать. Она спит до 10, ничего делать не хочет. Ну, то есть, совсем сильно ленивые. Вы можете так это сделать. Вы должны подойти к ней и сказать. Вы знаете, ты знаешь, ну, это надо, чтобы этот случай пришел в жизнь. Надо ждать. Вот, допустим, такой вариант. Надо подойти к ней и сказать. Мой друг обратился ко мне со своей серьезной проблемой. У него разрушается семья. Жена ленивая, делать ничего не хочет. Посоветуй, пожалуйста. Что мне ему сказать? Если вы своей жене так скажете, она начнет советовать. Начнет рассказывать, как победить лень. Как помочь. И потом, после этого, у ней совесть начнет мучить ее. Она ничего не скажет. Она начнет думать и думать о том, как ей меньше лениться. Потому что она будет думать, что у меня теперь то же самое может произойти. А вдруг муж теперь будет считать, что я тоже такая же ленивая. Вот так у женщины совесть включается, когда ей не напрямую, а на примере кого-то другого о чем-то говорят. Женщины согласны? Согласны. Если напрямую сказать, что ты ленивая, она скажет, что ты сам ленивый. Ну, то есть, не работает система вот такая. Только вот так. Не напрямую. Как мужчину воспитывать? Мужчине надо говорить напрямую о его проблемах. Но так, как будто это вообще не проблема. Например, муж пьет, да? Надо как бы накормить его по-доброму, допустим, если он чуть-чуть выпил, после единат сказать, ну пойдем, пьянчушка ты моя. В это время у него посыпается совесть мужчины. Если вы скажете это с элементом, какой-то элементом злобы, негатива, то тогда все наоборот. Он будет на зло это делать. Но если вы скажете ему очень по-доброму правду, он ее примет. Но надо говорить правду. Женщине нельзя говорить правду. Ей можно говорить только косвенные вещи, как бы. Что это ее не касается. Вот надо посоветовать, помочь или сказку какую-нибудь рассказать. Ну то есть надо что-то такое, непрямое. Прямое, вот прямое как бы осуждение женщины вызывает протест у нее в сердце. Она не может это принимать, от рисковать человека. Мужчине, наоборот, надо прямо говорить. Вот женщины некоторые боятся прямо говорить правду. Надо говорить правду, но очень по-доброму. Прямо, прямо говорить правду. Ты что у меня такой гордый? Или нет, не что у меня такой гордый. Гордый ты мой. Пойдем. Если ты ему по-доброму, ласково говоришь правду, он через некоторое время начинает задумываться, почему так говорит ему жена. Потому что, когда мужчина говорит правду и по-доброму, оно проходит глубоко в сердце. У мужчины психика так устроена, что у него вся защитная сила находится только снаружи, а внутри он мягкий и чувствительный по природе. Женщина об этом не знает. Она думает, он грубый такой. Она не видит внутреннюю природу мужчины. Мужчина внутренний, как ребенок. Как определить, какой у вас муж внутри? Это можно определить легко. Посмотрите на него, когда он наелся. Сидит и смотрит на вас. Он показывает себя, а не свою защитную силу в это время. Когда он засыпает, смотрит на вас, глазками хлопают, в это время тоже вы можете увидеть, какой он внутри. Запомните его таким и всегда к нему обращайтесь. Не вот к этому обращайтесь. А к нему, к тому, кто внутри. И тогда вы легко будете менять своего мужа. Обращайтесь с ним по-доброму. Вот такой, когда он наелся или когда он засыпает. Вот запомните это. И к этому обращайтесь. К этому существу обращайтесь. И вы тогда будете быстро менять своего мужа. Женщина снаружи, наоборот, очень чувствительная, внутри очень твердая, как скала. Мужчина для того, чтобы воспитывать свою жену, он должен внутри тоже стать очень твердым, а снаружи очень мягким. И тогда она начинает воспитываться. Он должен снаружи говорить очень мягкие вещи, но внутри быть очень твердым. И в это время она начнет воспринимать истину. Если мужчина снаружи твердый, грубая, что-то женщине говорит, она просто ранится и все. Итак, молитва — это путь сердца. Сначала человек молится, потом он служит близкому человеку, потом общается по-доброму с ним, на каких-то незначительных вещах. И потом воспитывает его так, как я сейчас объяснил. Секреты процветания в семейной жизни. Знайте, что главный секрет процветания в мегаполисе, в семейной жизни — это здоровье. Если вы не чувствуете себя уставшими или хотя бы чувствуете себя меньше уставшими, чем раньше, у вас процветания будет больше. Если вы хотите успеха в жизни, знайте, что успех у вас будет, когда вы сможете наладить свою жизнь, связанную с природой и с людьми. Перестаньте бегать и суетиться. Начните как можно больше времени и внимания уделять своему здоровью, психическому и физическому. Психическое здоровье — это доброе отношение с людьми налаживается. Физическое здоровье налаживается от контакта с природой, активного контакта. Когда эти две вещи будут налажены, естественно, ваше благосостояние будет улучшаться. Вот приведу пример простой. Допустим, идешь, заходишь в магазин. Часто продавцы завлекают, пытаются завлечь покупателей. Знаете, в это время они его, наоборот, отчуждают. Когда продавцы пытаются даже по-доброму, пытаются привязать к своему товару, в это время человек не захочет покупать по-любому. А если он очень сильно хочет купить, он подойдет к вам, но вы ему все равно помешаете. Это желание уменьшите на сколько-то. Знаете, единственный способ привлечь покупателя нормально — это не завлекать его своим желанием, чтобы он купил ваш товар. А просто, когда у вас хорошее здоровье и хорошее настроение, он сам к вам пойдет. Он пойдет туда, где он увидит человека с хорошим здоровьем и с хорошим настроением. Это закон. Знаете, хорошее здоровье и хорошее настроение всегда привлекают людей. А всегда, когда люди к нам привлечены, у нас сразу появляются средства. Поэтому следите именно за этим больше всего. Если вы вымотались, устали, измотались, замучились, значит, вы разрушаете свой успех. Он теряется. Это первое правило. Если уже у вас есть здоровье и все более-менее нормально. Второе правило такое. Нужно устанавливать с очень хорошими людьми очень глубокие отношения, служа им. Если вы видите, вокруг вас есть очень интеллигентные, порядочные, добрые, хорошие люди, пожалуйста, вкладывайте силы в то, чтобы заботиться от них как можно больше. Именно эти люди дадут вам развитие. И как они дадут? Они, сами того не понимая, вас выведут на тех людей, которые вам дадут более высокооплачиваемую работу, лучшую жизнь, процветание. То есть процветание дают друзья, которые имеют хорошую судьбу. А значит, у них хороший характер, хорошие, ну они состоятельные, успешные в жизни. Если у вас такие люди есть, вкладывайте в них силы. Заботьтесь о них больше других. И они вам дадут развитие. Если вы чувствуете, что как бы в дыре живете, вам, значит, не хватает отношений с такими людьми. Все, это закон. Первое – здоровье, второе – отношения. Третье правило. Если у вас уже две эти вещи есть, вам теперь надо все свои силы вкладывать в ответственность и стабильность. Нравится вам ваша работа, не нравится, нравится что, что вы делаете, не нравится, надо со всей силы стараться это делать. Если вы стабильность проявляете, это еще одна вещь, которая дает успех. Очень сильно. Потому что люди начинают вам доверять. И вы становитесь гарантированными людьми. Только стабильность гарантирует человека, больше ничего. Если все это вы уже приобрели, дальше нужно всегда сохранять верность тем, что у вас есть, деликатность, и защищать всегда тех, кто рядом с вами. Никогда их не подставлять. И следующая вещь, которая сильно развивает человека во всех отношениях, сильно развивает. Самый большой секрет, самая большая тайна. Понять очень сложно. Удивитесь сейчас, когда я начну говорить, что это очень сложно. Понять вы сейчас удивитесь очень сильно. Потому что вы думаете, да, мы и так понимаем. Ну, ваше понимание, в зависимости от вашего понимания, вы имеете такой статус в обществе. Это уважение к старшим. Кто имеет высокое положение в обществе? Те, кто сильно уважают старших. Те, кто меньше уважают старших, меньше положение в обществе. Еще меньше, еще меньше. Уважение к старшим означает уважение к правительству, уважение к начальнику, уважение к родителям, уважение просто к старшим. Сильно повышает статус в обществе человека. Сильно не просто повышает, а сильно повышает статус в обществе. Как это происходит, никто не может объяснить. Это невидимая сила. Но как это действует, можно объяснить. Допустим, начальник, кого повышает должности, только того, кто его уважает сильнее других. Больше того, если он видит, что человек его сильно уважает, он даже будет его специально, в него образование вкладывать деньги, даже если он менее опытный, чем все остальные люди. Имейте в виду, это работает всегда только так, и никак иначе. Теперь сразу возникает вопрос, а за что его уважать, если я вижу в нем кучу недостатков? Теперь слушайте меня. Если вы имеете что-то от старших, то это всегда само собой. Вот само собой, что у нас есть правитель в стране. Это не само собой. Потому что если правитель плохой, то само собой в стране возникает война. А если само собой в стране мир, значит правитель хороший. Теперь, если ты об этом не хочешь думать, а обсуждаешь его недостатки, что ты делаешь? Пилишь сук, на котором сидишь. Из-за этого ты получишь этот результат. Все. Причем сук можно и не перепилить. Но если ты его грызешь, слетишь обязательно. Понимаете, да? Теперь, человек, который вам дает работу. Один вариант мышления, его недостатки. Что они олицетворяют? То и грехи. А то, что ты у него работаешь и получаешь деньги, что это олицетворяет? Твое благочестие. Так вот, будь благодарным за то, что он тебе твое благочестие осуществляет, дает возможность тебе жить и зарплату. И эта благодарность скроет его хорошее качество этого человека. И когда вы вскроете его хорошее качество, ваше положение будет улучшаться не даже не обязательно в этой фирме, а где угодно. Такие люди, которые уважают старших просто за то, что им дают возможность жить, они очень редки в этом мире. И все в них крайне нуждаются. Это крайняя нужда, понимаете, в таких людях. И если человек хотя бы чуть-чуть это осознает в своей голове и перестает критиковать старших, своих родителей, которые дали ему жизнь, самое главное. Без жизни невозможно жить. Родители дают жизнь. Вот. Перестает критиковать своих начальников, своих правителей, своей страны. Такой человек немедленно, когда он, ну, так же, священника там и так далее. Старший, ну, священника вообще надо как бы всем сердцем любить духовно старшего человека в своей вере. Всем сердцем любить надо. И никогда не слушать критику о нем никакую. Даже если у него есть недостатки, это не твое дело. Это дело его отношения с Богом. Они разберутся между собой. Твое дело, вот есть старший, служи ему. Если человек так настроен, то он получает всю милость от этого пространства, в котором он живет. Самый большой, высокий статус, самые большие возможности в жизни человек обретает через одно только это качество. И когда это качество теряет человек, только одно это. Что бы у него не было в жизни, он теряет все. Все, все, кто слетают с должностей в правительстве, есть только одна причина. Это отсутствие уважения к старшим. Все, запомните это. Но если вы хотите, чтобы у вас был сильный коллектив, и чтобы этот коллектив давал вам плоды, возможности, если вы хотите управлять людьми, знайте, что нужно еще одно качество, кроме этого. Это сострадание к тем, кто менее развит, чем вы, кто все время ошибается, делает глупости, кто является для вас младшим, кто постоянно в космосе находится, ничего не соображает, не врубается. Вот этим людям надо постепенно, постоянно объяснять, как правильно, смиренно себя вести, быть строгим, когда нужно, но внешне. И если вы будете к людям относиться вот так вот по-доброму, постоянно им указывая на недостатки по-доброму, то эти люди всегда будут оставаться рядом с вами, вырастут и станут крепкими, и создадут для вас очень сильный костяк, дадут вам возможность быть старшим. Только такой способ. А если вы будете их гнобить, то они все разбегутся. Я, в принципе, вкратце все сказал, потому что сегодня какое-то сильное желание меня спрашивать, задавать вопросы, поэтому задавайте. У нас есть какое-то время еще. Лекция не закончилась, у нас будет продолжаться, я хочу, чтобы вы эти вопросы по теме задавали. Кого по теме? Вот женщина подняла еще выше руку, значит, у меня потень. Микрофон. Вот смотрите, все, что я сейчас рассказал, это очень глубокие темы. Они требуют глубокого объяснения. Поэтому, если вы чувствуете, что вы не поняли что-то, это мы говорим о том, как семью сохранить в мегаполисе. Достаток, я не зря о нем говорил в конце, является одним из самых ключевых моментов. Спасибо вам большое, что вот нам сейчас приехали. Нет, ты правильно говоришь. Когда отношения разрушены, люди разъезжаются. Отношения это то, что держит Бог рядом. Люди могут развестись, они живут в одной квартире разведенные, не общаются, имеют любовников там, но они живут все равно рядом. Это значит, что отношения не разрушены, потому что отношения человек не создает, отношения создает Бог, и человек их не разрушает. Он может пытаться их разрушить. Каковы признаки, что отношения не разрушены? Человек ушел из семьи, никого больше встретить не может, вспоминает этого человека все время, может злом или добром вспоминать. Это значит, что они остались мужем и женой перед Богом. И тот человек тоже никого не может встретить. А если встретил, значит все, Бог уже разделил людей. Понимаете, вот если вот такая ситуация, люди живут вместе, это тоже признак. Это значит, что Бог, у них отношения не разрушены, они есть. Просто они не знают, как их строить. Но я вам могу помочь. Вы должны делать следующее. Вы должны при папе с мамой ласково разговаривать, а при маме с папой. И со всеми разговаривать только ласково. И если они будут пытаться на свою сторону вас перетягивать, вы не перетягивайтесь. Вы всегда оставайтесь между ними и всегда по-доброму, всегда прославляйте папе маму, хоть он и слушать этого не хочет, а маме папу. И вы таким образом будете весь яд этот растворять между ними и соединять этих людей. Ну все значит, я вам просто сказал, как можно это сделать. Это значит, что у вас само яд сердца. Сначала молитва, потом доброе чувство, потом беседа. Ну вот если вы хотите знать, как родители помирить, только дети могут помирить родителей. Потому что семья для детей создается. И мирить их надо вот так. Всегда говорить о папе хорошо с мамой, а о маме с папой. И не слушать то, что они друг о друге говорят. Ни в какую. Настаивать на этом чувстве своем. И всегда... Спасибо.